Виталий, приветствую тебя. Очень важный день. У нас, в принципе, с тобой традиционные встречи проходят по вторникам, но чуть-чуть мы сместили сейчас время вещания, и, может быть, даже это было правильным решением, по крайней мере, под то фундаментальное событие, которое сейчас занимает умы всех, это выборы в США. Пока избирательные участки открываются, соответственно, все больше людей голосует. Пока, может быть, не стоит спекулировать на теме каких-то предварительных экзитполов, но мы можем, поскольку мы все-таки обсуждаем рынки, попробовать спрогнозировать какие-то гипотетические изменения, которые могут произойти с долларом, с традиционными инструментами, за которыми мы следим, уже как бы с прицелом на более долгую дистанцию. Ну, к примеру, у нас есть уже вводные, что победил либо Трамп, либо победила Хайс. И если, опять же, ты сейчас можешь со своей стороны тоже подсказать, какие у тебя ожидания по поводу исхода президентской гонки, как это может отразиться на динамике инструментов, будет здорово, потому что сейчас всем нашим подписчикам и тем, кто следит за нашим совместным контентом и, в принципе, интересуется рынками, конечно же, интересно, что будет дальше с финансовыми рынками. Ну, я в целом тоже поделюсь своей оценкой происходящего, но, пожалуй, сейчас спрошу тебя, Виталий, ты как оцениваешь шансы обоих кандидатов выйти сейчас в лидеры и, в конечном счете, занять Белый дом, стать следующим президентом США? Итак, приветствую. Без разницы, кто победит для трейдеров, Харрис или Трамп, есть какая-то неопределенность в мире, и все трейдеры сейчас нацелены на покупку золота. И поэтому мой совет на будущее – все время откупать золото на любых уровнях, на любых коррекциях, потому что я вижу цели на 3000 и выше, потому что в мире дальше будет неспокойно по моим, скажем, примерам, по моим оценкам. Не только моим, а как видят большинство аналитиков. Поэтому золото – это number one инструмент для покупки. Главное смотреть, так как могут быть разные коррекции, там, из 100-200 долларов нужно это рассчитывать риски и как вы сможете выдержать, скажем, просадки. Поэтому вот здесь, как я вижу, дальше кто победит? Я думаю, что победит, скорее всего, Харрис. Я бы хотел, чтобы победил, конечно, Трамп, потому что эти демократы немножко достали. Они уже две войны принесли, что Обама, что Байден. Возможно, Трамп наведет какой-то порядок. Но борьба идет сильная, потому что вот даже вот недавно был такой пример, когда все время спрашивают, там, умовно, там, демократов или республиканцев, вот если победит ваш оппонент, что вы будете делать? Конечно, мы будем помогать условно, да? Все время идет, скажем, такая дискуссия, что даже если победит условно республиканец, демократы говорят, мы будем помогать вместе строить там дальше будущее Америки, да? Как бы, потому что это, в принципе, это как для них, это все как работа. А вот сейчас недавно спрашивали Харрис, что вы там думаете о Трампе? Он говорит, ну, он нацист, то есть в таком формате. То есть у них идет сейчас очень сильная борьба, каких-то двух кланов сильных, и это будет зависеть там будущее, я думаю, там, войны разные между Кириллами и так далее. Еще должна быть Турция, Россия там и так далее. То есть будет очень неспокойно в будущем мире, поэтому важно, кто сейчас победит. И Трамп, возможно, какие-то более-менее порядки наведет. Поэтому вот как-то вот так. Ну, победит, скорее всего, Харрис. Слушай, я вот сейчас покажу в камеру вот результаты голосования. Видишь, сегодня буквально я тоже. И в качестве вариантов предложил большой палец это Трамп, а огонечек это, соответственно, Камал Харрис. И большинство за Трампа. Ну, и поскольку я традиционно делаю акцент на такую психологию, что, как правило, если все придерживаются конкретной точки зрения, все происходит ровным счетом наоборот. Еще был такой момент, помнишь, когда Трамп победил в 16-м году, в Госдуме праздновали этот момент, шампанское там, помнишь, Трамп наш, вот такая, да, девиз такой был. А Трамп пришел и немножко так показал, чей он, да. То же самое сейчас в некоторых странах, там, где продвигают там демократов, там все за демократов и не все верно оценивают, так как на новости они могут, там, скажем, подправлять мнение и, скажем, за кого голосовать и так далее. Ну, посмотрим. Ну, в общем, мое субъективное мнение тоже сводится к тому, что я думаю, что именно демократ сохранит с собой власть, и вице-президент станет президентом. Ну, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться, ну, и опровергнуть как бы такой тезис сейчас тоже очень трудно, потому что если прям будем придираться, сейчас на поверхность положим все социологические опросы, все даже близкие, не близкие к разным партиям, ну, все равно будет прям очевидный перевес, который указывает на то, что лидирует Камал Харри с несколькими процентами. Ну, по факту узнаем уже сегодня ночью. Я думаю, что в следующий раз мы с тобой уже будем обсуждать и итоги выборов США, и итоги заседаний Федрезерова. Короче, много чего произойдет, и такое ощущение, что следующий эфир будет уже в совершенно другой реальности, потому что инструменты, за которыми мы следим, окажутся на совершенно других уровнях. Так, ну, вкратце давай тогда. Я не буду сегодня распыляться на большое количество активов и сделаю просто такой с прицелом на долгосрок. Анализ. Так, одну секундочку. Индекс доллара текущей котировки 103.64. Здесь очень простой подход рынка к анализу того, что будет происходить. Победа Трампа – это победа идеологов тарифной войны, торговой войны, ну, как минимум, здесь ключевое слово «война», неважно в каком формате. Это какие-то протекционистские меры, которые будут направлены на защиту нас, производителей. Ну, в конечном счете, все это приведет к росту стоимости импорта, к повышению инфляционного давления, инфляционные риски, заставит перестраиваться вообще полностью модель для Федрезерва, отказ от потенциально дальнейшей мягкой экономической политики в сторону ястребины, и для доллара – это позитивный момент. Соответственно, если рассуждать, как все это отразится на золоте, то золото здесь, согласен тоже с тобой, инструмент, который, на мой взгляд, только выиграет при обоих сценариях. Во-первых, если победа Трампа будет сопряжена с позицией укрепления доллара, точнее, да, укрепления доллара, то Трамп – это такой возмутитель спокойствия, это новостной хаос, который точно будет способствовать более высокому спросу на классические проверенные временем защитные инструменты. А вот что касается Харрис, если она все-таки одержит победу, то ничего не поменяется в политике. Я думаю, что это, наверное, самый лучший сценарий для тех, кто не любит какой-то чрезмерной волатильности. Ну, конечно же, она будет в качестве первой реакции, но в конечном счете рынок устаканится, и все поймут, что ничего не изменится в политике. Она будет такой же, монетарная политика будет такой же из последовательных снижений ставок, и, соответственно, здесь доллар вниз, а золото как раз логичным образом тоже может пойти вверх. Кстати, цель по золоту 3000 придерживается этого ориентира. Не только тебе импонирует этот уровень. Сити Морган Стэнли, по-моему, тоже давно уже смотрит на 3000 и называет сроки первый квартал 2025 года. Короче, по доллару пока я смотрю вниз. Я думаю, что в конечном счете, как я уже отметил, политический исход текущих выборов будет связан с сохранением власти у демократов. В четверг мы еще и получим сигнал после того, как ФРС лезет тапку о том, что снижение продолжится и дальше. После последних данных по Non-Farm Perils, думаю, что в ноябре и декабре тоже будут слабые. И следом за текущим развитием коррекционной динамики мы уже будем наблюдать за тем, чтобы доллар приближался снова к уровням многомесячных минимумов. Это где-то в районе 100 пунктов. Вот такой у меня расклад на долгосрок. Что касается золота, здесь я смотрю вверх. 2,740 долларов за трость к фонсу. Вполне можем вернуться к локальным тереисторическим максимумам. И это может произойти уже в рамках этой недели. Потому что независимо от исхода президентских выборов, мы знаем то, что оба кандидата ясно дали понять, что они просто так не признают свое поражение. Скорее всего, будут мутить год до последнего. Это точно приведет к каким-то социальным волнениям, протестам и точно спровоцирует рост еще большей волатильности по рынку драгоценных металлов. Но любые социальные протесты и волнения – это всегда фактор поддержки для золота. Поэтому те, кто хочет рискнуть, реально можно зацепить уровни 2,770, 2,780 уже прям в ближайшие дни. Так, и еще пару слов хотел сказать про рынок нефти. 75-46 долларов. Сейчас я все еще сторонник того, что нефть пойдет вниз, потому что сантимент радикальным образом не изменился за последние дни, даже несмотря на рост. Толпа все еще в длинных позициях. Мне кажется, что слишком высоко нефть задрали, учитывая, что в основу этого роста легла лишь стопуляция на тему того, что ОПЕК перенесут решение по росту добычи на один месяц, может быть, чуть больше. Это еще прям нефактическое решение. 1 декабря будет встреча, вот там как раз обсудят это. Ну, один месяц, мне кажется, погода не сделает, но перенесут, но потом все равно будут увеличивать добычу вкупе с резким падением спроса в Китае. Наверное, уже вряд ли удастся текущими мерами, усилиями как бы исправить общую картину, которая, на мой взгляд, очевидно, создает предпосылки для нисходящего тренда. Поэтому я все еще, Виталий, как во время с тобой нашего прошлого эфира, за тестирование отметки 70 долларов за баррель. Вот пока этой цели буду придерживаться. Так, слово тебе. Так, нет разрешения у меня на демонстрацию. Угу, пошло. Скажешь, когда подгрузится. Да, да, да. Вот уже все видно. Хорошо. Так, ты закончил на нефти, я, в принципе, на ней продолжу. Мое мнение такое, что по нефти глобально я согласен с тобой за сильное снижение, то, что мы будем еще раз тестировать 70, я думаю, 60 долларов за баррель будем, но прежде чем мы туда пойдем, я ставлю такие хорошие вероятность, что мы еще потестируем максимум октября. То есть это в районе 81 по бренд. То есть вот эта зона, мы как раз вот здесь, вот этот тренд идет вниз, мы еще можем вот эту область 81 потестировать, поэтому я снова с понедельника начал спекулятивно, условно, покупать нефть на возможный рост. Учитывая еще помимо ОПЕК по поводу снижения добычи в декабре, есть еще вероятность, прошла на днях, не помню, на выходных или с понедельника, что Иран может так хорошенько вжарить по Израилю. И там будут задействованы, скажем, прям супер-пупер оружия. И не только там какие-то, еще регулярная армия какая-то, я не знаю, как у них там распределено это все, но могут сильно ударить, возможно, уже после выборов. Поэтому посмотрим, кто там победит, с кем у них там договоренности, с демократами или с Трампом будет, какие они на сейчас, я не знаю. Но такая вероятность есть, и технически, мне кажется, что я помимо фундамента оцениваю еще технически, здесь, конечно, все очень криво, ну, такой график достаточно сложный по нефти, но мне кажется, он указывает на возможный рост. Поэтому я спекулятивно целюсь на 81. То же самое, кто торгует, допустим, натуральный газ, я по этому инструменту тоже среднесрочно рассматриваю покупки. Поэтому газ я целюсь, ну, у нас начало ноября, декабря, ну, возможно, где-то до Нового года или уже после Нового года мы покажем, ну, 3, я думаю, это быстро, там 4 доллара. То есть это целью среднесрочного. Поэтому натуральный газ, как нефть, я в покупке. Что касается рынка Форекс, я выскажусь по фунту. Я думаю, что фунт, возможно, закончил вот это октябрьское падение и покажет или такой хорошенький рост, или очень сильный рост. Или в район 32, или в район 34 и выше. Поэтому фунт я на прошлой неделе покупал, меня здесь немножко вынесли один раз. фунт, потом перезаходил, и сейчас нахожусь в покупках. И, в принципе, кто торгует данный инструмент, я бы рассматривал, у нас сейчас цена сколько, условно, 1,30. С целью 1,32, спекулятивно, возможно, 34. Там можно поддержать часть позиций. Ну, в этом посмотрим. Причина, здесь, во-первых, такая зона поддержки, условно, трендовая. И нарисовался здесь покупатель. Конечно, не прям там супер какая-то модель, все очень сложно. Ну, еще, конечно, сложно оценить риски волатильности, которые будут этой ночью. То есть, там, это нужно учитывать, и поэтому, кто торгует, будьте аккуратны. Ну, и в двух словах по золоту, как сказал Цельюс на 3 тысячи и выше, только вопрос, будет ли здесь коррекция. Напомню, когда Трамп победил в прошлый раз, это в 16-м году, золото снизилось там на 8%. Поэтому здесь тоже может быть, условно, 100-200 долларов какая-то коррекция, но у нас сейчас 2,700, 2,600, плюс-минус. Я бы здесь пробовал покупать с небольшими стоп-лоссами, вынесет, потом смотреть на хороший сигнал окончания тренда. Допустим, как вот здесь было, если нарисует, конечно. То есть, сейчас прям графически, мне сложно сказать, закончилась ли вот эта небольшая коррекция, или она только начинает развиваться и углубиться. Поэтому здесь можно купить с небольшим стоп-лоссом, а там уже по факту дальше посмотреть. Как-то вот так, коротко. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ну что ж, ждем тогда результата выборов. И, как я уже отметил, следующий эфир будет крайне интересным, потому что нужно будет много чего обсудить и итоги много чего подвести. Тогда тебе тоже результативных торговых сессий, тебе, как и всем нашим подписчикам и тем, кто следит за нашим контентом. И, конечно же, друзья, ни в коем случае не забывайте соблюдать правила риск-менеджмента. Это важно, особенно на фоне ожиданий серьезной волатильности. Спасибо, Виталий, и до скорых встреч. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok